Электральная кампания, квадратные метры и прогрессивная сфера. Свыше 60 сельхозпредприятий республики работают на основе искусственного интеллекта. В чем плюсы? Плохая экономия. 7,5 миллионов рублей потеряла страна из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. Налоги должны платить все. Физические лица, юридические. К чему приводит игра с законом? Филигранное мастерство. Учреждения культуры Беларуси и России заключили соглашение. Какие направления требуют поддержки? Как это было? На цвет золота. Бобруйскому заводу растительных масел 125. Очень благодарен нашему горосполком. Чем славится предприятие? По волнам в городе прошли соревнования по инвоспорту. Прихожу на тренировку, у меня уже ничего не болит. Сколько участников боролись за победу? Экономический кризис, процессное настроение и распространенная комбинация. Эксперты назвали самые популярные пароли 2023-го. Какой ключ подходит к аккаунтам 4,5 миллионов пользователей? Время сплотиться. Минск принял саммит ОДКБ. Организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности стран-участниц блока и евразийского региона в целом. Об этом на заседании заявил Александр Лукашенко. Сюда прибыли президенты России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Не приехал только премьер-министр Армении. Об этом сообщала заранее. Ровно год назад, в ходе сессии Совета коллективной безопасности в Ереване, мы озвучили приоритетное направление председательства Беларуси. Как на внутреннем, так и на внешнем контуре. На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государственного ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений. Сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнут. Главы государства общались в узком составе. Саммит завершает белорусское председательство в организации. Эти полномочия переходят Казахстану. По итогам встречи подписано полтора десятка документов. К комфортной поездке машина будущего и ровное покрытие. В Беларуси отремонтируют 3000 километров дорог. Когда? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Проведение выборов в Палату представителей и местные советы депутатов пройдет в единый день голосования 25 февраля 2024 в Совет Республики 4 апреля. Соответствующие указы подписал президент. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на электоральную кампанию и ее проведение за счет республиканского бюджета. Свыше 60 сельхозпредприятий Республики работают на основе искусственного интеллекта. Такой подход позволяет повысить рентабельность и улучшить экономические показатели. Несмотря на роботизацию, в сфере продолжают трудиться 246 тысяч человек. В отрасли больше преобладают мужчины – свыше 61%. Средний возраст рабочего – 43 года. К концу года в Беларуси отремонтируют 3000 километров дорог. Выделенные средства увеличились до отметки в миллиард 400 миллионов рублей. Для реконструкции используется цементно-бетонное покрытие. Благодаря материалу автомагистрали останутся прочными и долговечными. Также планируется восстановление почти 120 мостов. Более 32 тысяч квартир построили в стране с начала года. Почти половина введенных в строй квадратных метров для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Треть – для жителей села. Всего ключи от новых домов в 2023-м получат более 6 тысяч многодетных семей. К слову, некоторые воспользовались предложением решить квартирный вопрос за счет строительства в малых городах. Новый образец белорусского электромобиля планируют презентовать до конца года. Организовать производство отечественного современного транспорта до 2025-го – одна из главных задач главы государства. Сейчас работа идет по двум направлениям. Так, НАН трудится над созданием, а завод Белджи – над выходом на рынок. 7,5 миллионов рублей потеряла Беларусь из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. И это цифры только за 9 месяцев. А ведь за счет платежей государство финансирует образование, здравоохранение, правопорядок, благоустройство населенных пунктов, строительство дорог и не только. Так можно ли повернуть время вспять и жить спокойно? Смотрите далее. «Заплати налоги и живи спокойно» – эта фраза, казалось бы, вошла в обиход как прописная истина. Однако для некоторых это вовсе не руководство к действию. С каждым годом белорусские бизнесмены все чаще переходят черту закона, привлекаются по 243-й статье. А ведь от своевременных налоговых поступлений зависит финансирование многих социальных проектов и комфорт нашей жизни. На территории Республики Беларусь активизировалась работа правоохранительных органов по выявлению налоговых правонарушений и преступлений. Так, например, если в 2021 году на территории нашей страны было всего выявлено 147 преступлений в сфере налогов, в 2022 – это 222, то за 10 месяцев 2023 года выявлено 275 преступлений в сфере налогообложения. Ну, применительно городу Бобруйску, это, например, если в 2021 году было 4 таких преступления, в 2022 – 8, то за 10 месяцев 2023 года всего 7 преступлений. Одной из функций государства является сбор и распределение налогов. Поэтому налоги должны платить все – физические лица, юридические, субъекты хозяйственной территории Республики Беларусь, которые расположены. Зачастую белорусский бизнес неправильно трактует законную возможность применения той или иной нормы налогового права, особенно в части льгот. В погоне за эффективностью нередко совершаются ошибки, намеренные или случайные, а это бывает чревато не только штрафами, но и уголовными делами. Выявление хозяйственных операций, основной целью которых является неуплата, либо неполная уплата суммы налога, осуществляется в каждом конкретном случае на основании собранных доказательств, фактических сведений о совершенных хозяйственных операциях и объектах налогообложения. В текущем году работниками инспекции были установлены два случая применения схемы дробления бизнеса с субъектами хозяйственной города Бобруйска. По результатам проведенных внеплановых проверок, дано числено в бюджет более 6,3 миллиона рублей. Опа! Руки! Руки назад! Быстрее! Финансовая милиция раскрыла очередную аферу. Местная фирма, которая занималась перевозкой пассажиров по маршруту Бобруйск-Минск, не внесла в казну более 750 тысяч рублей. Директор с помощью упрощенной системы налогообложения разделил деятельность общества на две компании. Руководителем поставил своего давнего партнера по бизнесу. Двумя директорами распределялась выручка от реализации между двумя обществами, что позволяло сохранять упрощенную систему налогообложения и не уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Кроме того, директора общества вынуждали водителей не выдавать чеки, исключение требования пассажира. В отношении менеджеров возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты сумм налогов. На основании приговора суда руководители фирм признаны виновными. Первому в колонии усиленного режима предстоит провести 3,5 года. Ранее он уже был судим по этой же статье. Обменяемому Н назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 300 базовых величин, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью, а также занимать должности, связанные с исполнением юридически значимых действий сроком на 5 лет. Как показывает практика, нажиться можно даже на обычных пассажирах. Только на обмане далеко не уедешь. Подобные финансовые схемы придуманы не сегодня и пользуются ими далеко не гении. Разоблачаются такие махинации при любой тщательной проверке. Один из дней мы пришли к тому, что случился ковид, а нехватка клиентов были вынуждены о чем-то думать, как минимизировать. Как показало время, мы не ложно поняли интересы своей фирмы. К чему в данном случае привел меня сюда после проверки, проведенной ОДФР. Если оплатать время назад, то мнение прошедшего этого путь – это того не стоит. Лучше для себя решить либо закрыть свой бизнес, если не получается, независимо от ситуации, неважно, сколько ты проработал, важно, как ты в отношении с законом. Если обратиться к мировому опыту, во Франции за подобное могут дать штраф в 250 тысяч евро и посадить на 5 лет. В США к такому же тюремному заключению добавится сумма в 500 тысяч долларов. В Германии и вовсе срок может вырасти вдвое. Со стороны белорусского государства созданы и прописаны все условия. Бизнесу остается только их соблюдать. Но эта история в очередной раз доказывает – хочешь вести дело спокойно – не играй законом. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Вирус из-за рубежа. В стране зафиксировано порядка 60 случаев кори, треть из них – завозные. Заболеваемость отмечается в каждой области, кроме Бресской. В Могилевской зарегистрировано 23 случая. Главные симптомы – высокая температура, сыпь, поражение дыхательных путей. В Бобруйске под наблюдением находились 42 человека, которые контактировали с заболевшими. Но, к счастью, подтвержденных случаев не выявлено. Единственной защитой, обращаюсь особенно к родителям, является вакцинация. То есть нужно получить прививку против кори. Она делается в год и в 6 лет. Делается бесплатно. В стране-соседке России заболеваемость кори выросла почти в 300 раз. Зарегистрировано около 8 тысяч случаев. В мире более 9 миллионов. Из них 136 тысяч – с летальным исходом. К слову, в прошлом году смертность от вируса увеличилась на 40%. Возраст, которым можно гордиться. Бобруйскому заводу растительных масел – 125. За такой долгий срок предприятие совершило колоссальный скачок в развитии. Сейчас от одной из ведущих производителей вкусного золотистого, где ежедневно выпускается до 70 тонн качественного продукта на современном оборудовании. Подробности далее. Более чем вековая история завода растительных масел – пример огромного энтузиазма многих трудовых поколений. В связи с праздничной датой 125-летием лучших работников предприятия чествуют за добросовестный труд, высокий профессионализм и особые достижения в производственной деятельности. В адрес тех, кто предан своему делу, слова благодарности, почётные грамоты, шикарные букеты и музыкальные номера. Подарком на все 125 становится открытие памятного знака на территории завода. В 2018 году отмечали 120 лет. И кажется, всего прошло 5 лет. А такие изменения на предприятии просто колоссальны. Мы вышли на большие рынки мира. Мы раньше не мечтали даже об этом. Теперь у нас обширная география, но мы стремимся развивать её дальше. Даже не ожидал, что мы вот так вот отметим грамотой. Ну и очень благодарен нашему гороскопу, который замечает в трудовых коллективах людей, которые стараются. Условия для работников нашего предприятия созданы очень великолепные. Поэтому коллектив у нас довольно-таки сплочённый. Благодаря слаженной работе в этом году заводам реализовано порядка тысячи тонн готовой продукции только на внутренний рынок. Плюс три тысячи на экспорт. Спросом Бобруйская золотистая пользуется чуть ли не в каждом уголке мира. Среди партнёров не только страны-соседки, но и Германия, Швейцария, Вьетнам, Швеция, Казахстан, Узбекистан, Канада и, конечно, Израиль. Бобруйский завод растительных масел производит всю линейку растительных масел. Это подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, подсолнечное нерафинированное для любителей классики, а также рапсовое рафинированное дезодорированное масло. Ещё интересный продукт – это купажированные масла, то есть это масла, состоящие из нескольких видов масел. Мы представляем подсолнечно-рапсовое и рапсовое подсолнечное купажированное масло. Производство позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн высококачественного экологически чистого продукта, который нормализует состояние кожи, снижает холестерин и даже способствует похудению. На предприятии «Вкусное золотистое» проходит полный цикл переработки и благодаря мягкой технологии очистки сохраняется максимальное количество полезных элементов и витаминов. На первом этапе у нас нейтрализуется масло, на втором у нас отбеливается масло, на третьем этапе у нас вымораживается масло и на четвертом этапе у нас идет дезодорация от полностью очистки масла от всех примиссий, чтобы можно было применять пищу. Обязанности у каждого разные, но задача одна – приумножать достигнутые показатели крупнейшего промышленного предприятия города. А для этого у завода есть все необходимое – коллектив профессионалов современной технологии, налаженная система контроля качества и востребованность ценного продукта. Моя работа заключается в процессе, чтобы был налив бутылки, норма, чтобы не было жирное и чтобы шла с пробкой. Меня сюда привела мама в 2008 году, так как она здесь работала, и привела сестру. Мы здесь работаем вдвоем. Уникальное предприятие, старейшее в отрасли и единственное в Беларуси, способное с минимальными производственными потерями и себестоимостью осуществлять переработку рапсового масла. И здесь завод в лидерах торговой марки «Адериха» и «Рафини» завоевали безусловную любовь потребителей и получили знак качества «Лучшие товары Беларуси-2021». Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Шаг вперед. В Бобруське заключили соглашение о культурном сотрудничестве. Учреждения Беларуси и Российские регионы в торжественной обстановке поставили свои подписи. На встрече присутствовали представители Смолинской и Башкортостана, а также Могилева, Бреста и Гродно. В планах плодотворное сотрудничество, обмен опытом и передача знаний. Для развития культурного сектора республики это очень важный и ответственный шаг. «Наша сегодняшняя встреча и для того и происходит, чтобы поговорить на эту тему, посмотреть, какой спектр у нас коллективов, какие направления более перспективные, какие направления требуют поддержки. Мы должны выработать те подходы, которые будут потом применены на всех уровнях и во всех регионах и районах нашей республики». Также за круглым столом представители культурной диаспоры обсудили важные вопросы. Главной темой стали любительские коллективы и повышение их профессионального уровня. Члены заседания проговорили основные проблемы и пути их решения, продемонстрировали, чем гордятся белорусские и российские земли. Без ограничений в Бобруйске прошло открытое первенство Могилевской области по плаванию имени заслуженного тренера Беларуси Геннадия Вишнякова. На водных дорожках состязались 47 юных спортсменов с нарушениями здоровья. О том, как это было, Елизавета Липеева. Бобруйчанка Валерия Милащенко в воде, как рыба, на первое занятие по плаванию пришла в 9 лет. Уже тогда тренер заметил – у девочки талант. И благодаря природной одарённости и упорному труду амбициозная плавчиха в свои 12 уже мастер спорта. Когда у меня что-то болит, я прихожу на тренировку, у меня уже ничего не болит. Типа, плохое настроение, я тоже прихожу, всё налаживается, вообще всё прекрасно. Благодаря этому спорту я нашла много себе друзей. Я уже почти здесь всех знаю, со мной все дружат, я вообще душа компании. Дистанцию в 50 метров Валерия Кролем на животе преодолевает за 34 секунды, на спине – за 42. В своей возрастной категории девочка лучшая. Всего в бассейне лесной 47 юных спортсменов, среди них 27 бобруйчан. Самому маленькому участнику 7 лет, старшему – 15. На кону 12 комплектов медалей и дипломов. Для тех, кто финиширует первыми, приятный денежный приз. Мы объединительные сделали такие классы, как паралимпийское плавание среди нарушений зрения, паралимпийское плавание среди нарушений опорно-двигательного аппарата. И объединили это всё со спортсменами с нарушениями слуха и интеллекта. То есть не выделяем никого, распределили только по годам, чтобы детки получили именно по своим силам. Среди людей с ограниченными возможностями плавания – наиболее приоритетный вид спорта. Заплывы закаляют характер, развивают физические качества и даже создают особую атмосферу. Поддержать покорителей воды собираются родные и близкие. Счастливые глаза каждого участника говорят сами за себя. Такое трепетное внимание – лучшая награда. Я всегда прихожу на соревнования брата, даже если какое-то важное событие у меня в жизни. Я пытаюсь пропускать его, приходить к нему, поддержать. Снимаю, фотографирую для семьи. Очень гордость пробирает, она настолько умница, она настолько вылаживается, настолько старается. На всех соревнованиях стараемся быть с ней, потому что для нее это важно, так же, как и для нас. Конечно, интересно. Во-первых, волнительно, все-таки внук выступает. Он давно занимается, его за три, наверное. Спасибо тренеру, конечно. Выступил, я думаю, неплохо. Мы его поддерживали, как могли. По итогам состязаний бобручане забирают 27 медалей. У некоторых на груди блестят сразу две награды. И вполне вероятно, среди юных чемпионов есть те, чье имя спустя несколько лет будет звучать так же громко, как Игорь Бокий. Пример которого мотивирует всех белорусов. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Мощный выброс, решительное действие и загрязненный воздух. Густой смог в столице Индии временно оставил без работы десятки тысяч человек. Как решают проблему власти. Далее громкие заголовки в мировых новостей. Правительству Германии не хватило свыше трех миллиардов евро на выплаты безработным. Средств нет, в том числе и на оплату жилья и отопления. Такой дефицит обосновали инфляцией, ухудшением состояния экономики и высоким притоком беженцев. В следующем году пособие по безработице планируется увеличить на 61 евро. Проект бюджета согласуют в конце ноября. Испанию сотрясла волна митингов. 170 тысяч жителей требуют отставки действующего премьер-министра. Чиновника обвиняют в нарушении предвыборных обещаний и попытках узурпации власти. Он отказывается от переговоров с протестующими. Демонстранты теряют терпение. От мирных протестов они готовы перейти к решительным действиям. Густой смог в столице Индии временно оставил без работы десятки тысяч человек. Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели в 20 раз превысил допустимые нормы. Чтобы снизить показатели, власти запретили вести все строительные работы из-за пыли и количества выхлопных газов от грузовиков. Однако смог только сгущается. Поэтому многие строители вынуждены уезжать в другие штаты в поисках работы. Из-за извержения вулкана власти Папуа Новой Гвинеи эвакуировали свыше 13 тысяч человек. Произошел мощный выброс пепла, из-за чего дороги заблокированы, авиасообщение приостановлено. Сведений о пострадавших нет, но известно одно – эвакуированные люди остро нуждаются в гуманитарной помощи. Эксперты назвали самые популярные пароли 2023-го. Первое место занимает комбинация цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такой ключ установили почти 4,5 миллиона пользователей. На втором – слово «админ» латиницей, а на третьем – еще один набор чисел. Такие шифры с легкостью можно взломать за пару секунд, поэтому рекомендуется проявлять фантазию и придумывать сложное сочетание. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова